успеха я служил здесь так прям такое но я думаю ну вот солдатский да если бы я вам сейчас показал фотографию а я умею сейчас покажу под названием ладожский полк покидает пресню то вы бы собственно даже и не поняли о чем идет речь сегодня будет суммарная такая уже проходка потому что у меня здесь были уже выпуски где и тут вещал и там вещал стоим я а сегодня мы пойдем так вот на этой фотографии вы видите очень странные вещи ведь там церковь покрова что в кудрине они в кудрово добро пожаловать великая русская языка и с другой стороны вы видите соответственно здание полицейской части так вот где это все происходило ладожский пол пока покидает пресню вот по этой улице которая так называлась кудринской церковь это стояла вот здесь а полицейская часть стояла вот здесь вот прямо на том месте где мы с вами находимся от нее сохранились вот эти два корпуса куда мы сейчас с вами подойдем я конечно одет достаточно кичева но я думаю что если бы дворник проника которым я сегодня буду рассказывать заполучил бы какую-то одежду он был бы одет примерно точно так же сейчас я вам покажу еще одну фотографию этой церкви уже в цвете и есть еще один фотоснимок этой же церкви и опять-таки полицейской части с каланчой но почему каланча я же не буду рассказывать об этом миллион раз говорил вот это как бы один из краев обороны правительственных войск и даже не войск на самом деле а полицейских о которых конечно же мне советской школе никто не рассказывал потому что зачем они были слуги покровал царского режима видите как и та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-you-can-live-your-hat-on вот второй раз прикиньте второй раз я приезжаю москву прошлый раз это был с гусаром и теперь вот с этим короче попадая на хэллоуин и где я беру эти костюмы и там просто ну я не знаю столпотворение как ваш они на распродаже но что поделать следующий раз может мозги наконец включу и есть прекрасные воспоминания полицейского по фамилии бардин который раскопал один из саров университета мвд повели говоров они прекрасны и кое-что я вам даже все не зацитирую что-то расскажу по памяти вот это грубо говоря гараж то есть на самом деле там раньше располагались коняшки с упряжками сохранилась до сих пор у нас кстати в петербурге есть несколько таких полицейских частей с древолюционными деревянными воротами с сохранившимися петлями ноут москве там все поменяно чит бардин этот служил здесь и он начинает с того что 9 декабря было убито двое человек на горбатом мосту где этот горбатый мост располагался и более того до сих располагается мы с вами скоростью увидим этих двоих приволокли сюда и выяснилось это об этом писал на самом деле своем отчете градоначальник георгий фон медом была российская империя такая довольно сложная история подчинения был город начальник и был генерал-губернатор так вот генералом губернатором было а петр дурного не надо путать его с однофамильцем петром николаевичем дурного который был министром внутренних дел и этот петр дурного он конечно ну был абсолютно спокойным неспособным проблем сам вот видите какой здесь потрясающий барельеф мы сегодня будем наблюдать еще несколько памятников который показывает как вот революционные массы борются с царским произволом а вот здесь вот 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 здесь вот где мы идем здесь раньше стояли дома и что с этими домами стало я вам сейчас вот прям покажу да то есть какое состояние они превратились после того как здесь поорудовали сначала бравые революционеры а потом бравые солдаты семеновского полка под командованием полковника мина забегая вперед он был убит участницей отряда эсеров максималистов динаиды конопляниковой в петергофе я об этом рассказывал отдельно мин закончила довольно печально свои дни но в принципе как и многие семеновцы в советское время и нам же как рассказывали в собственно советское время что вот поднялись революционной массы и стали они бороться с этим вот режима никто конечно же не вспоминал и не будет вспоминать про тех людей которые выполняли свой служебный долг ну про тех самых там полицейских и так далее вот например если прибегать к отчетной записке все того же георгия фон медема что мы можем из нее узнать например пример например во первых штат московской полиции был недоукомплектован из четырех старших чинов лишь один генерал-майор буддберг из 126 участковых приставов их помощников 96 из 288 околуточных надзирателей 264 из 150 городовых резервов 74 городовой это самый низший так сказать чем самая низшая ступень городовые дворники это как бы вот на самом низу потом шли околуточные надзиратели потом участковые приставы и из числа 1865 городовых вооружена регулярами была лишь только 3 часть и и дальше сколько был убит из околуточных надзирателей трое пятеро раненых городовых убитых 10 про эти жертвы как бы ну не принято говорить вот про двоих убитых писал уже соответственно не бардин и вот если мы сейчас вот туда посмотрим тоже вот есть прекрасная фотография демонстрирующие последствия этих замечательных событий вот бардин пишет своих воспоминаниях что они остались там с полицейскими которые прибежали всех окрестных участков из первого и третьего выяснилось что оружие у них практически нет и вообще он считал что городовые которые не следили службу тоже были безоружны потому что как он говорил нельзя же считать оружием верой которые 20 лет не использовались то есть они у них висели ну вот примерно как у меня да вот эта коробура здесь могла бы быть селедка или огурец соленый переходим улицу и по меня поменяли одежду переоделись гражданское платье там стоял казачий отряд который их покинул под под предлогом того офицер сказал что я не могу не могу рисковать жизнями своих солдат вот в этом вот этом состоянии вообще если говорить про географию восстания 365 года декабрьского в москве то до бульваров еще была какая-то власть после бульваров начиналась абсолютная анархия об этом писали и революционеры об этом писали и сами полицейские вот они забились туда пошли поискать оружие пошли в цех гаусс нашли там три мушкета эпохи что ж такое раздец норовит три мушкета времен екатерины второй и еще более древние палаши но там же были большие запасы водки по бессовещавшись они решили и употребить назначению воодушевились воодушевились и сказали ни в коем случае друг другу ни в коем случае не сдаваться в итоге они нашли поленья которыми растапливают печи а это было абсолютно общее место в тот момент и заострив их с одного конца стали ждать штурма штурма то есть они думали что они окружены просто целыми ордами революционеров что было не так он писал что стреляли с как раз церкви покроват церковь вообще все церкви и колокольни их очень часто использовали в качестве ну вот как пожарный каланчут чтобы с нее стрелять самая известная история была сквозь с колокольней монастыря на нынешней пушкинской площади а вот здесь мы сейчас приобряемся потому что каждый раз я не знаю вопрос это у нас под бравый рабочий установлен памятник 1555 году и я всегда спрашиваю что не так с этим памятником и вот в последний раз мне вчера буквально люди сказали вот эта граната вот обратите внимание дело в том что ну это художественный язык этот художественный язык скульптору конечно же нужно было сделать так чтобы предмет который у него в руке он был узнаваемый простыми бывателями на самом деле гранаты были не такие это вот уже познание но и поскольку 55 год это уже после великой отечественной войны гранаты были круглые македонки так называемые примеры эти гранат есть музеи красный пресня где мы сегодня еще окажемся если тут какая-нибудь надпись за памятником никакой тут надписи памятников нет но есть вот там красная пресня была главной крепостью восстания его центром здесь сосредоточились лучшие боевые дружины которыми руководили большевики вот этот момент про которыми руководили большевики интересно что кое-где там поставленные точки а вот запятые тут пор полностью проигнорированы но это распространенная история вот которыми руководили большевики запомнить этот момент потому что к нему еще вернемся возвращаемся к воспоминания бардин вот сидят вот эти люди не знают что будет потому что слухи самые чудовищные говорят что город захвачен этими значит боевиками слова боевик кстати хочу сказать сейчас у нас ассоциируется с какими-то ну вот оголтелыми террористами в ту эпоху слова боевик употреблялось самими рельсионерами вот в том же самом музее красной пресни есть замечательный бюст скульптор чуть ли не каненков который кстати тоже участвовал в этой всей истории у него была мастерская на арбате и там он бегал на баррикады и вообще мастерская служила как бы одним из пунктов помощи этим восставшим так вот этот бюст прям так и подписан боевик можете пойти в музей и собственноручно в этом убедиться как все зависит от контекста вообще контекст это ключевое ключевая тема всех моих экскурсий поскольку но вот в принципе же кто же победил эту историю пишет обычно в общем они там сидели благополучно до тех пор пока наконец не прибыл семеновский полк когда семеновский полк должен был прибыть в москву и сначала пытались это еще савенков об этом пишет пытались взорвать железнодорожное полотно между петербургом и москвой чтобы не дать этому случиться тем не менее он прибыл и ну вот представьте себе ситуацию вот эти солдаты едут то есть они едут приезжать какую-то абсолютно враждебную ситуацию уже во время размещения их в этой полицейской части вот бардин об этом пишет был убит один фельдфебель и еще один солдат их трупы были складированы там же вместе с трупом начальника московского уголовного розыска вайлошникова чем еще скажу чуть позже то есть вы приезжаете в город тут понятно вот война понятно это вот вот у вас там враг а тут вы приезжаете в город москву стольный град и ваших коллег убивают плюс вам еще накручивают соответственно настроение по ходу пьесы плюс у вас есть приказы в общем они не миндальничали абсолютно то есть при притащили этого николая шмидта которым еще тоже будем говорить и покажу где располагалась фабрика николая шмидта осиное гнездо вообще этого восстания 305 года мин сказал этому шмидту чтобы он написал записку о том чтобы на фабрику о том чтобы прекратили сопротивление для того чтобы избежать невинных жертв шмидт написал ее но послать и не успели они уже начали палить по фабрике и что с ней стало я вам тоже покажу совершенно отвратительная история в которой участвовал некий такой мазурин ср максималист его называли гроза городовых потому что он ездил по городу свое время и отстреливала их с мотора мотором называли автомобили этот мазурин он участвовал в эксе экспроприации общество взаимного кредита на и линке у меня тоже был об этом ролик отдельно но я думаю что когда там есть специальный экскурсию проведу редкий случай когда я вижу какую-то надпись москве не замазана стихи тебе белым стихом ветер так дует так раскачивает деревья знаешь почему потому что ты смотришь перед собою задумавшись задумчивыми глазами вспоминается рассказ о генре может просто краснокожих который занимался их похитителей вопросами типа а почему ветер дует потому что деревья качаются почему апельсины круглые и так далее дом байлошникова находился вот примерно где-то там он был начальником московского уголовного розыска до этого на работал охранном отделении что ему естественно не могли простить потому что если ты царский фсбшник ты уже сегодня рукопожатная персона к нему заявились вытащили вы из кровати и били прямо на глазах жены детей надо сказать что переосмысленная эта ситуация есть в прекрасном без иронии говорю прекрасном произведении литературы бориса викторовича савенкова то чего не было я настоятельно рекомендую вам почитать савенкова это такой апофеоз рефлексии бывшего террориста потому что все-таки убивать людей знаете вот начинаешь потом испытывать определенное чувство если ты персона с пристрелом на некий утонченные какие-то качества души так вот там этот валушников фигурирует под фамилией слезкин естественно там в в романе слезкин этот скулит просит там чуть ли не пощады скулит как заяц в общем ну понятно революционерами все герои мудила с нижнего тагила вот труп этого и волошникова лежал потом соответственно вот в морге этой пресненской полицейской части и это произведение то чего не было она говорит нам то есть она вот благодаря савенку на самом деле мы знаем четко топографию событий которые происходили именно здесь вот мы с вами ступаем в самый-самый очаг финальной стадии восстания 305 года вообще пресня раньше была вот такая здесь хотите хорошую надпись чем я показать усадьба видите сер 19 века серого 19 века также это до переводится главный дом в скобках деревянный мы вот смотрим на вот это все смотри-ка это деревянные рамы кстати удивительное дело смотрим на это все и нам кажется у какой хороший каменный дом а он на самом деле деревянный и к часть еще деревянных сохранившихся домов мы с вами в скором времени увидим это очень понтовый дом для того времени потому что видите с такой вот аргументалистикой весь прекрасный для так вот савенков очень подробно описал то что происходило именно топографический я буквально вам чуть-чуть зачитаю из этого незабвенного произведения напомню что савенков писал под псевдонимом ропшин это ему зинаида гиппиус придумывает псевдоним потому что ропша это то где убили петра третьего ну в общем эпоха декаданса да все бледные все на кокаине все ему все хотят умереть терроризм это прям мода ну в общем я об этом миллион раз рассказывал не наступая и не избегая столкновения с войсками дружина володи но это один из героев медленно описывая дугу вдоль садовый имеется на садовое кольцо от чистых прудов через ретинку драчевку драчевка это или грачевка это нынешняя трубная улица и самотеку ну то есть имеется ввиду трубная площадь к пресне у володи было теперь до 30 человек почти сплошь заводских рабочих в этой вооруженной толпе затерялся и представший в первый же день восстания брызгаловский дворник проника брызгалов это его кузяин фабрики этот проника широколицый веселый малый с громадными волосатыми кулаками плохо понимал кто сражается и зачем если бы болотов заговорил с ним о республике об учредительном собрании или социализме он бы почесав затылки ухмылянувшись ответил что это не его абарское дело и что господам лучше знать абарское дело и а но пристав случайных дружине он уже не мог отставить ее увидел что дружинники убивать начальство начиная с городового кончай министром все начальство начиная с города украинча министром казалось ему самозванным и противоестественным злом и он считал что не делать хорошее и полезное дело убивать начальство это хорошее и полезное дело кроме того ему было необычно и и потому весело занятно как он говорил бродить с револьвером по безлюдной москве ломать днилые заборы переворачивать вагоны трамваев рубить столбы и деревья охотиться на казаков и своими длинно ствольным маузером неизменно повергать ужас сердобольных купчих хамовников и фортов и плющих вагоны и стал переворачивали столбы они рубили для создания баррикад то есть это чистой воды такой узнаете постпрода пост подростковая самореализация вот моя волына я красуюсь перед телочками можно кого-то шмальнуть но время такое знаете не доты не футбола ничего да вот и таких про проник было немало среди вот этих вот сознательных революционеров в субботу 9 декабря дружина под командой сереже 9 декабря барден писал убили двух человек на горбатом мосту оставляя свои баррикады на миусах минусы это минская нынешняя площадь у меня там есть отдельный кстати маршрут потому что это тоже очаг постания отошла за пресненские пруды часть пресненских прудов сохранилась на территории современного зоопарка и заняла глубокие верхней нижней притеченской переулки вот собственно я большой притеченский переулок правым крылом она упиралась в обсерваторию а левом церковь и она предтечи начаться мы дойдём до правого крыла и до этой обсерватории левом церковь и она предтичий вот церковь и она предтичая значит левое крыло вот здесь обороны правое крыло примерно ну под 45 градусов вот там находится обсерватория то есть вот так вот они расположились на сзади себя в тылу она укрепила двухэтажный домик городского училища ну савенков ропшин он как бы литератор и мы не обязательно этажи считать это городской училище мы тоже с вами увидим то есть вот здесь кипел самый замес вот вам пожалуйста типичный пресненский дом и вся пресня была такая еще в 50-х годах у нас 20 века а там внутри этого здания где находится потрясающая экспозиция я вам рекомендую есть вот эту диорама немножко представлено это у нас фабрика шмидта та самая это у нас горбатый мост это вот эти две церкви которые мы с вами можем видеть и она притечи и николы мы до нее дойдем вот ведет бой самый семеновский полк а вот стреляют из-за баррикад доблестные революционеры ну и собственно там богатая достаточно экспозиция там распределено по эпохам есть вот вот это вот все вот кстати классическая буржуйка так называемая значит вот такая обстановочка да то есть весело задорно модно стильно молодежно но у всего есть развязка и пока мы к ней приступим да ну вот это здание было сохранено именно потому что здесь уже конкретно в октябре 17 года размещался райком рп пресненского района видите какая резьба а вот тут у нас есть мы сейчас немножко ненадолго прервемся потому что он не все же нам про революционеров рассказывать практически новодельный садик по моему он был открыт в 2018 году тут есть совершенно потрясающий воркаут под этим как он называется под навесом я им пользовался пару раз когда дождь шел вот василий иванович похоров и сын у него был еще тимофей васильевич здесь дальше же мануфактуры вообще находятся сами на друг гора урочище три горы одна из самых высоких точек москвы тот момент было отсюда там дальше мы увидим открылся прекрасный вид вот этот василий прохоров пойдем что время терять а там вот портрет если конечно можно фотографируй успеха прям такое но я думаю ну вот солдатские да такой я думаю он не одевал так где тимофей вот тимофей ну собственно это же это фотография с википедии думаю взята вот типичный сити с которой они производили вот прохоровский платок значит про прохова про про прохоровых я расскажу вот сейчас в скорости знали бы конечно эти люди что и будет памятник прохоровым установлен которых они считали капиталистами кровописи знали бы они про то какой памятник установлен в конце нашей экскурсии но интересно другое вот это соответственно дом про который писал савинка в своем романе здесь тоже есть прекрасная мемориальная надпись в этом здании последний день декабрьского вооруженного восстания пришелся штаб дружинников пресни и питательный пункт восставших ну грубо говоря столовка то что война войну обет по расписанию комендантом здания организатором питательного пункта была учительница колесникова член рсдрп 904 года вспоминаем ту надпись за боевиком с гранатой про то что восстанием руководили большевики значит сам конечно же советское время ну безусловно ведущую роль во всех рационных событиях приписывалась партии большевиков то что партия большевиков выиграла эту гонку но и она собственно занималась тем что сочинял историю на свой лад по факту все было несколько иначе это кстати гидрометцентр наш прекрасно видите какие тут замечательные советские мозаики до сих пор есть вот есть замечательная книга историка григория кана про наталью климову это участница в партии социалисты сэров максималистов то есть была партия сэров который имел отношение савенков он возглавлял собственно боевую организацию ну над ним сиделся азеф явно азеф который входил вообще в тройку учредителей этой партии там был еще чернов и михаил арфаилович гос вот они втроем основали эту партию азеф это конечно герой отдельного сериала потому что он был двойным агентом он работал и на царскую охранку и на рульционеров удивительный был персонаж когда вы состоите в партии такой особенно вы должны подчиняться партийной дисциплине партия вам говорит что делать партия вам говорит кого убивать кого не убивать а вы юный молод выйти по проньке у вас револьвер в руках шила в жопе огонь в глазах вам хочется экшена вам хочется действий тем более в такой ситуации когда власть практически самоустранилась и вы собственно не хотите подчиняться партийные дисциплине называете это гену в народной воле это называлось генеральством в итоге отделилась фракция она называла себя эсер максималисты одно название уже о чем говорит вот одним из ведущих участников партии эсеров максималистов был медведь соколов у медведь этого кличка цикла фото фамилия и вот как раз советское то время лидерство восстания приписывалась литвину седому а на самом деле современные историки сходятся во мнении что возможно и соколов медведь был более главенствующим персонажем другие говорят что они там практически равнозначную роль играли но я к тому что этих людей вы здесь не встретите я от этого не шибко страдая потому что сэр максималисы это те люди которые например устроили взрыв на даче петра аркадыча столыпина результате которого был убито там порядка 27 человек невинных а дочь столыпина стала инвалидом всю жизнь в принципе у меня есть экскурсия уже по питеру где финиширую и показываю место где эта дача министерская так называемая дача когда-то располагалась но хочется же иметь какую-то понимаете информацию ну честно и объективную а почему так происходило да потому что когда большевики победили они всех этих ребят выкосили особенно эсеров потому что было общество старых большевиков а было еще общество политкоторжанность сильно поселенством называлась и вот это общество она уже включал не только большевиков но в 30-е года его в общество были закрыты часть соответственно люди репрессированы то есть это те люди которые вот занимались тем что боролись за установление той самой в итоге советской власти потому что советская власть от слова совет а совет это совет рабочих изначально депутатов потом рабочих и солдатских депутатов и я все время рассказывать что например первый совет был организован в иваново-вознесенске ну и собственно авинир ноздрин его руководитель тридцать в году отправился про отцам благодаря замечательному органу нквд и еще двое участников этого совета и как здесь раньше была река пресня стала красная пресня так и в иваново было река толка стала красная толка там есть мемориал приходишь и смотришь что у некоторых из бюстов там очень странные даты смерти 37 38 год ну и собственно начинаешь выяснять вопрос а что с ним случилось а понятно что случилось вот здесь у нас идет скат к непосредственно москве реке вот в той стороне располагалась эта самая трехгорка трегорная манифактура которая была устроена этими замечательными купцами прохоровыми начали прохоров он вообще из крепостных из церковных крепостных в российской империи было была градация были государственные крепостные были там честно владельческие кстати вот церкви даже сейчас находится на реставрации нику никольская советские времена здесь пионеров прикиньте не паблика морозова паблику морозова мы с вами счет вернемся и василий прохоров когда екатерина вторая отобрала землю у монастырей получил свободу сначала он занялся пивоварением если залезть в википедию вы узнаете что он остался с пивоварением потому что ну это число не богоугодное дело спаиваешь народ все такое прочее на самом деле такое потому что сейчас мы с вами дети пастеризации стерилизации стеклянной тары и тогда вообще пиво это очень скоропорт сейчас и продукты и никакой стеклянной тары не существовало и поэтому она была не очень перспективная с точки зрения ну тут как бы у нас целые паноптикум разрушенных церквей видите даже какой-то маршрут что ли пред предложил вам или что это такое вот здесь кстати я буду водить экскурсию через и за когда этот выпуск будет храм который не закрывался на самом деле даже советское время потому что здесь брусовом переулке и слева и справа там огромное количество артистов жила и они как-то за за заступились вот церковь и и она притечи который мы прошли и вот на этой собственно карте можно показать да что вот примерно примерно вот так вот 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 примерно вот так вот была устроена вот это вот обороны про который писал савенкова да вот церкви она притечи до обсерватория обсерватория мы сами сейчас увидим но это у нас расстреляны и священники не хочу просто этим и касаться мы про другую разговариваем да вот такая она будет кстати красивенькая посмотри nice да но и он перестроился на производство тканей девочкам всегда хочется красиво одеваться знаете хочется красиво одеваться ты красивенько эти красиво на хочется одеваться поэтому привозили тканью с востока там такие какие-то непонятные для русского человека были орнаменты и прохоров начал свое набивное дело ситься набивное дело вот опять таки в том же самом городе ивана я нас так и рекомендую за там будете сходить музей истории сица офигенный музей и там даже есть прям мастер-классом показывает как надо набивать эти ткани это это застрелиться не стоит а самом деле это вот ты берешь вручную ряда пум-пум-пум-пум если ты где-то ошибся все весь кусок ткани идет в брак а это ну представляете какие растраты здесь ну и в общем он начал этим заниматься а мы тем временем я хочу показать вот вот а вот купол торчит это не синагога это та самая обсерватория она здесь была основана еще в 1530 годах потом она несколько раз реконструировалась студенты которые работали вот здесь в этой обсерватории снабжали революционеров планами москвы благодаря чему эти наши доблестные революционеры имели возможность опять играть и гугла нет яндекс карт нет ничего нет и в общем планы имели решающее значение то есть вот сангар писал да то есть правым крылом она упиралась вот в операторе левым крылом она упиралась церковь и она притечи мы сейчас атакует круга сделаем то есть мы идем вот там где был последний оплот красный пресня 12 год собственно никто естественно не знал и не думал что москва будет оставлено а прохоров он что-то как тот подумал своей крестьянской башкой и сказала заготовьте ко мне обозы заготовили ему обозы и найти обозы он погрузил часть своей продукции большую часть и успел вывести из москвы это его спасло потому что вот опять таки взлет того же самого иванова как текстильной столицы россии произошел после того как наполеон явился и в москве все как бы по чикал и вот тогда-то иванова вознесенской и расцвел буйным цветом в деле собственное производство тканей я не знаю говорила или нет удивительные удивительный факт это выяснил что кажется во времена рсср иванова хотелось хотели иванова сейчас хотели сделать столицей рсср настолько круп крупный был этот центр с точки зрения производства все и это как бы его спасло производство расширялось и наследство досталось вот не старшему а младшему сыну тимофею васильевичу прохорову а он например установил 10 рабочий 10 часовой рабочий день нам сейчас скажи 10 часовой рабочий день но как-то уже знаете не очень а в тот в то время когда иногда на некоторых фабриках люди работали по 14 часов но это извините достижение он здесь конкретно на трех горах основал училище первое в москве такое промышленное промышленное училище где не только учили детей ремеслу но и разным наукам после холеры туда соответственно взял сирот он здесь строил вот мы вчера гас об этом беседовали то есть казармы но просто тогда это сказано что слова общежития не существовало то есть если бы например те люди оказались бы в наших коммуналках они сказали что мы живем в казармах если мы в коммуналках живем то есть не нужно думать что казармы это прям совсем что-то вопиющее потому что для тех кто жил там землянках а потом представляется в этой самой казармы это был примерно такой же прогресс как для людей которые там с коммунал переселись хрущевки вот церковь и она притеча то есть вот вот так вот вот здесь вот соответственно вот отсюда с вершины то есть туда идет спуск часто мы конечно это все не увидим но раньше это все просматривалось и вот это вот вот этот последний оплот собственно и штурмовали семеновцы разбомби сначала фабрику николай шмидта чем я скажу еще в общем он строил здесь общежитие он тут даже свои скважины организовал то есть питались они артезианской водой водопровод у них был господи в 19 веке для рабочих водопровод ну что меня окончательно бесповоротно убило это фабричный театр но это уж извините да то есть как бы вот и все тут он был за вы благодетели а это как-то не очень нравилось все там братьям что они считали что какие-то лишние деньги на это тратят ну и вот он решил соответственно выделиться ну и как вот он главный кормили семье то есть он же может большую часть оставить себе но нет но все раздела 4 по я сейчас называю слову тогда пай пайщик отсюда пайщик это ты паяет пайщик это тот кто акционер вот и вот этой четверти он стал двигать дальше и задвигал до такой степени что вот вся вот эта территория вот отсюда вот до туда это все было подчинено империи Прохоровых то есть ну примерно как там не знаю империя Нобелей в районе станции метро Выборгская в Москве видишь я уже сливаюсь с вашим замечательным городом я конечно такой же москвич как это как парижанин хотя в принципе в париже уже тоже вполне неплохо себя чувствую и ориентируюсь вот и после революции естественно фабрика была реквизированная удивительно что она не стала называться красная там потому что очень любили слово красный представлять но сейчас на территории этой трехгорки там в зданиях основном располагаются кластеры куборкинговые пространства и прочие жизненно необходимые помещения мы пришли с вами в парк который как и вот тот д.к. в Никольской церкви вообще-то вот кстати очень знаково уже организовать пионерия ну и у меня есть отдельный выпуск ведь пионерии прочее прочее это же как бы некая инверсия религиозная да потому что там точно также есть процесс инициации там есть свои апостолы все эти Карл Маркс и Иже с ними вот организовать это все в церкви это как бы крайне правильно с точки зрения слома идеологии раньше он назывался с садом имени Павлика Морозова а до этого здесь как раз облагалась эта самая фабрика Николая Шмидта Николай Шмидт он был потомок того Шмидта который чуть ли не царскому двору мебель поставлял ну и в общем Николай Шмидт как-то проникся революционными идеями закончилось тем чтобы здесь на территории этой фабрики был организован ну вот самый настоящий центр подготовки боевиков он нанял там нескольких людей на работу революционеров тут изготовляли оружие тут у них был тир где они учились стрелять тут делались из всяких там болванок железных холодное оружие он на свои бабки закупил бельгийские револьверы они стоили 30 или 30 32 рубля это ну чуть больше чем дофига по тем временам в принципе это сопоставимо с зарплатой квалифицированного руководящего работника на фабрике да то есть какой-то мастер и мы раздал это оружие соответственно своим замечательным людям вооружил их да он фабрикант и он их вооружил его взяли ноты говорил воспоминания соответственно бардина при привлокли туда в часть а потом в тюрьму и там он содержался ужасных условиях а мина его припёр к стенке и он соответственно выдал часть заговорщиков и он как-то почувствовал себя знаете не своей тарелки и решил отдать все свои деньги большевикам встретился с сестрами сказал им об своем желании и дальше случилась очень интересная история буквально следующий день он погиб в тюрьме по официальной версии он бросился расколол стекло и вот осколком то стекла все перерезал вот там 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 есть ему памятник и на нем прям так черно по белому написано что там отсюда от царских вот этих вот от царской полиции он погиб сейчас историки не столь однозначно дают ответ некоторые приходят к выводу что может быть и сами большевики подсоветились понимая что деньги уже явно и предназначены и как они деньги получили я сейчас скажу но прежде всего во первых я скажу что вот на месте этой часовни раньше ну примерно на месте часовник чуть ближе туда располагался как раз особняк того самого шмидта я вам сейчас покажу фотографию его до того как его бомбили и непосредственно после того как его бомбили затем здесь стоял память к этому самому павлику морозу я не знаю чего павлик морозов помешался с советской власти но вот его нет и здесь сейчас часовня и я каждый раз у меня даже есть видос из серии аж рчв где я показываю прям отрывок своей экскурсии как я вот за экскурсантам вопрос написано часове возближенное частного житворящего креста господня в память о погибших защитниках отечества в октябре 1993 года и каждый божий раз я спрашиваю про каких защитников идет речь и какого отечества и вариации разные но в основном люди приходят к выводу что это защитники белого дома но получается те что штурмовал белый дом не значит какое-то свое отдельное отечество затем если мы посмотрим кто защищал этот белый дом то господи кого только не было все эти там кузбулатовые русские так далее там же были баркашовцы это нацики на самом деле да там были коммунисты а потом под занавес там вообще прибыли святые отцы и начали крестить этих депутатов то есть как по планам по намешано всего вообще на белом свете считается что они вроде как отстаивали там идеи советского союза я всегда рекомендую всем посмотреть это лучшее журналистская работа которую я видел в телевизионном формате у нас современной россии фильм называется белый дом черный дым чем он прекрасен я уже говорил об этом он прекрасен тем что в отличие от идеологизированных рассказов там журналист поступил очень просто он рассказывал хронику и давал право высказаться обеим сторонам и вот когда ты слушаешь вот этих людей которые участвовали в этих событиях и ты понимаешь что нет науки истории ну потому что как бы вот они вот тебе человек на голубом глазу говорит одно и тут же другой человек говорит другое и оба они считают что они говорят правду а как ты тут без пол-литра разберешься в этом вот свидетели эпохи да и после этого когда меня там задают какие-то вопросы про тех или иных персонажей или события как тут можно понять да если вы сейчас останови там двух людей дтп случилось там же всегда как бы виноват ну другая сторона и на приходится доказывать вот реликт оставшийся еще с двадцатого года обратите внимание декабрь без мягкого знака декабрь ское восстание на пресне декабрь 1905 года декабря 1922 это судя по всему дату установки этого замечательного момента значит фабрику шмидта разбомбили вообще под под 0 я сейчас покажу несколько кадров что с ней сталось и в этом состоянии эта фабрика пребывала потом фабрика останки этой фабрики до скелет этой фабрики пребывал долгое время в итоге здесь разбили этот сад теперь он уже не имени павлика морозова так вот нужно соответственно изъять бабло напоминаю что до революции женщина была никто звать никак паспорта не своего не было вообще она не могла там большинстве случаев распоряжаться даже собственным имуществом и нужно было либо муж либо отец оставались две сестры екатерина елизавета еще младший брат с младшим братом поступили очень просто в городе выборг с ним и с его адвокатами встретились ленин человек по фамилии таратута виктор таратута и леонид борисович красин при которой отдельно рассказывал в своей экскурсии уже по петербургу ну и в общем-то красина таратута намекнули адвокатом что типа если этот прекрасный маленький шмидт не отдаст бабло то будет а то то вот помните что недавно был на красной пресне это мы вот здесь мы прервемся потому что вот здесь как раз у нас будут все вот посвящено тут тут у нас пожалуйста насчет крест там вот у нас будет этот какого серп и молот это то о чем я говорил здесь происходили расстрелы защитников белого дома как рассказывают некоторые чуть ли их не танком доверия этот баррикаду уже советская но вот можете понять как это все происходит меня во всей этой теме поразила конечно история про не помню как компания называлась или cnn который попросила танк немножко передвинуть потому что ну вот кадр был не них а свет плохо падал передвинуть их танк и в общем танк передвинули и вот началась пальба поэтому белому дома начаться как изъять как изъять деньги вопрос к екатерине подослали члена партии андренакиса и андриканис андренакис наверно я пошла греческая фамилия напишите знаете у них прям любовь любовь прям ну то не как-то прониклись взаимным чувством то есть там вопрос должен был решиться проще сложнее было с младшей сестрой елизаветой вот как бы как как проще было с изъятием бабла потому что она 1905 года уже была членом партии большевиков такая была активная барышня таратута ее соответственно соблазнил у них там тоже так сказать секс и все остальное но таратута был нелегалом он бежал из ссылки это вот потрясающая тема царскую власть когда из ссылки бежал не бежал только ленивый и таратута говорит елизавета суши ну как бы я нет ну вот давай вот тут есть такой брат игнатьев наш кореш ты за него выйдешь замуж и мы соответственно твою долю вынем она говорит ну окей все и действительно они поженились и вот эти деньги в партию большевиков прибыли а вот екатерина со своим мужем новоявленного они отправились париж эти вот париж когда не приехали пах и душа фаунцы это вот батон же там вот теперь его короче они подумали а зачем нам отдавать деньги товарищем большевикам ну собственно мы же можем сами на них может что в принципе логично согласитесь товарищи большевики во главе с товарищем ленином возмутились как это так это нам было обещано шмидт лично пообещал нам баблишки ну вот видите вот здесь вот 4 10 на этом месте расстреляны двое молодых людей что за двое молодых людей не фамилия не имя непонятно и был прикиньте устроен суд чести то есть суд чести это это просто не сказки сказать не первом писать то есть люди фактически рэкетом получает бабки и когда им их не дают законы в принципе владельцы не устраиваются чести каменьев писал в своих воспоминаниях проекту чести в общем короче получили они там всего ничего основная сумма денег осталось такие у это екатерины андренакенса вот там как раз у нас серп и молот то есть слава там у нас до этого был монумент с крестом тут у нас серп и молот в общем помесь французского снежгородского смешались люди кони и так далее ну просто я на всякий случайно напоминаю что советском союзе как бы советский сайт был атеистическим государством и вообще-то там при товарищи стали не в 30-х годах большинство церкви вообще было снесено но вот увидели возле никольской церкви стенд портретами расстрелянных священнослужителей оттуда он пожалуйста такая синергия вот но как писала надежда константиновна крупская в этот момент партия получила его мощную материальную базу или существенную материальную базу то есть в общем то владимир ленин мог спокойно теперь жить в париже на юге там к сожалению сняли мемориальная доска я был на этой улице где он жил там рядом прекрасный полк парк но он любил ее и в центр ходить там и люксембургский сад так что вот такие истории в книжке про ленина борисовича красина советской очень интересно эта ситуация описана там вообще не сказано не про таратуту не право там сказано только про одну сестру что вот через эту сестру все деньги были получены все я могу понять этого историка не по его фамилии кремниев по новому который писал эту книжку из серии жизнь замечательных людей что он знал это прекрасно ну как он мог написать правду когда на дворе советский союз и когда вот правда она знаете вот такая есть удобно если удобно как геббельс говорил правду бывает трех видов белое серое и черное самое эффективное черное это когда вы принципе не врете ну просто чего-то не договариваете очень удобно вот потрясающий монумент девушка бежит рядом человек я тоже спрашиваю что где где здесь где здесь ложь сказка ложь ложь в том что не могло быть это у человека в руки винтовки у них в основном были браунинги и револьверы это кстати была проблема потому что но удали стрельбы винтовки не продавались бердянки продавались винтовки нет или берданки называли но опять-таки для выразительности для акцента скульптуру конечно нужен какой-то элемент в руках пистолет не бы читаться поэтому он ему дал вот эту винтовку ну вот я художники так вижу а мы с вами находимся на том самом горбатом мосту вот которого вот если вы помните бардин дописал вот здесь 9 декабря было убито двое городовых прямо на этом самом месте никто никогда в жизни не поставит им никаких тут памятников никаких мемориальных досок не напишут потому что это были царские городовые кто их там будет вообще вспоминать считать ну и беду с удивлением весна что оказывается это мост имени 305 года что здесь декабре шли ожесточенные бои рабочих дружин пресни с царскими войсками памятник архитектуры конца 18 века бывший горбатый мост я вот как-то так по старинке горбатым мостом и называю друзья мои совсем немного не хватило нам чтобы дойти до памятника петру аркадьевичу столыпину который заканчивал мой концептуальный маршрут ну то есть мы туда дошли звук остался вот кусочек видео потерся но я думаю что это не так страшно как локдаун самое главное что основная часть такие записалась ну и к вопросу о локдауне и всем остальном похоже экскурсионный досуг становится одним из немногих доступных для простых горожан поэтому милости просим на ноябрьских праздниках в петербурге а с 11 по 13 ноября в москве билеты можно купить у меня на сайте ссылка есть внизу в описании под этим видео собственно там же можно купить мои три книги путеводитель невский с перцем книга о пиаре во время русско-японской войны и остросоциальный роман корень точно также их можно купить после экскурсии с автографом автора в москве если вы собираетесь это сделать пожалуйста при покупке билета предупредите заранее чтобы я смог захватить эти книжки с собой на этом все с вами был гид павел перец увидимся онлайн и оффлайн